Район Дягилево у некоторых местных жителей ассоциируется с затопленными канализацией подвалами, крысами и просроченными лифтами. Тем, кто до этого жил в других районах города, есть с чем сравнить. И эти люди уже который год борются за то, чтобы в их домах был наведен порядок. В первую очередь горожан беспокоят канализационные трубы, которые протекают и заполняют подвалы нечистотами сразу в нескольких домах. Про трубы я писала в администрацию города, все лето писала. Ну какие-то отписки мне там приходили, там типа нормальные трубы сделаем, ну запах канализации там стоит. Постоянно, и зимой, и летом. То есть разные дома, это как с момента постройки дома, там два колодца, они пошли в просадок. И поэтому получается на уровне канализации, там перелом. И поэтому порой топит подвал. Запах канализации от дома номер 31 на улице Белякова чувствуется даже в сильный мороз. Такая же ситуация с домом номер 20, расположенным на этой же улице. Там, по словам жителей, им самостоятельно приходилось искать течь в трубах водоотведения, поскольку представители управляющей компании ее найти не смогли. Как говорит Елена, трубы в 20-м доме должны были поменять в прошлом году. Об этом говорилось на сайте фонда капремонта. Водоотведение не стояли менять на вопрос, почему. Они сказали, а мы не нашли подрядчика, кто вам будет менять эти трубы. Теперь перенесли на 2028 год, то есть на 8 лет. Я обращалась в жилищную инспекцию, говорю, а почему на 8 лет? Ну, так вот, по плану. Так вот, по плану. В 19-м доме, вот Белякова 19, мне вот жители рассказали, что у них прорывы, засоры в трубах бывают каждые 2 месяца. Ну, как это, как это, каждый засор и труб, каждые 2 месяца их отказываются менять? Ну, это просто, ну, я считаю, что это издевательство над жителями. Кроме того, местные жители говорят, что в целом у близлежащих домов проблем достаточно много. В частности, их беспокоит равнодушие управляющей компании к вопросам горожан. Я два раза в прошлом году вызывала слесаря, вот я в 10 утра вызвала, что-то у меня там капало. До 4 часов его прождала, никто не пришел. Я опять звоню в диспетчерскую, говорю, извините, говорю, я вот не могу вас больше ждать. То есть не они мне позвонили, то, что там какая-то авария слесарь не придет, просто вот слесарь не пришел. Вообще управляющая компания работает из ряда вон плохо, потому что лифт должны были поменять 2 года назад, дом 2003 года. По руководящим документам срок эксплуатации лифта 25 лет. Сейчас уже 27 лет лифту, постоянно люди застревают. Крысы заполонили наш двор полностью, кажется, что они скоро наших собак съедят уже. На заявки по поводу крыс, которые перебираются от мусорных контейнеров до теплых затопленных канализаций и подвалов, управляющая компания «Комбайн Бэтсервис», по словам местных жителей, не реагирует. К слову, наша редакция также не смогла дозвониться ни по одному номеру в эту обслуживающую организацию. В то же время местные жители не собираются сдаваться и намерены продолжить борьбу за свои права. В том числе они хотят, чтобы между тротуарами и дорогой установили бордюры, потому что и зимой, и летом на тротуарах спокойно паркуются автомобили, а пешеходам приходится ходить по проезжей части. Зимой это особенно неудобно, и граждане надеются, что на заснеженные дороги, а также на скользкие ступеньки подъездов будет обращено внимание. Анна Герцовская, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».